добрый вечер или точнее доброй ночи канал жкх 16 января проверил вечером как горсвет исправил два прожектора не светился вот в районе мусорки он светится теперь и в районе училища на это далеко не буду показывать тоже исправили это очень приятно я дворниченко владимир снимаю ролики о том как в сумском коммунарном хозяйстве ведутся дела хочу показать дом своих родителей нахимова 40-1 очень плохо видно камера слабая вот но не в этом дело заметьте вот освещение дороги но довольно ярко все-таки это дорога а вот и в этом году у нас и было периметральное освещение вокруг дома она располагалась вверху вот в этом году мы установили лед прожектора стоимость одного прожектора порядка 300 гривен ну плюс проводка и все-все-все мы 5 прожектора установили вместе защитным кабелем рукавом кабелем устройствами включения это обошлось в две с половиной тысячи гривен так вот я сейчас вот иду возле дома вот площадка вокруг это вот как она освещается да это ролик который говорит о том насколько эффективно самостоятельно управлять своим хозяйством по сути эти деньги они не настолько большие как для всего дома вот видите вот второй прожектор тут у нас самый темный участок но в принципе там все равно видно вот на дорогу сильнее но здесь просто дорожка очень близко к дому она темнее вот посреди как освещается вся территория общая мощность прожекторов всего 150 ватт вот периметр дома одну сторону только там где подходы к дому освещены вот вот чтобы вы видели еще 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 прожектор это вот дальше это второго дома прожектор еще старый с дыреловской лампой которая там ну наверно на 400 ватт не на 800 наверное заметьте ну вот одни из наших соседей не включают освещение подъезде вот если включены тоже эконом лампы мы брали лампы не ледовские это делалось все три года назад я имею ввиду те которые по подъездам и по дверям по входам вот прожектора все таки поставили уже лет современные экономия огромная дом перешел при замене ламп при установке пираметрального освещения дом перешел с 1000 киловатт коммунальной электроэнергии на 350 вот такие вот таблички доски объявлений которые рассказывают о энергоэкономии о том как но где чья властность чтобы людям было понятно вот вот такая может кому-то интересно будет список такой о затратах на водопровод мы сделали магистральный водопровод который проходит через соседний дом у нас идет так называемая транзитная труба но пока соседи я не знаю разочаровался сможет в своей водопроводной системе но не дают нам подключить мол наша лучше и мы заберем у них всю воду но мы все понимаем приходится часто иметь дело и с обывателями и с завистниками иногда просто с непонимающими людьми так вот вот такое освещение ну каждый может выйти в свой двор там где не установила мэрия эти прожектора да посмотреть насколько у вас освещение выполнено кстати вот покажу уже жильцами дома выполнена вот такая композиция кому-то нравится кому-то нет как бы основная основной континент скажем или основное количество жильцов рады вот такая вот женщина это сделано из горшка керамического вот ну сами понимаете это имитация колодца вот и даже у нас есть будка для собаки кстати вот покажу все у нас очень дешево очень просто да мы просто брали старые вещи красили их сами вот колеса они вот так ближе они видите какие разноцветные да это я красил с пульверизатора был приобретен пульверизатор ему так раскрасили площадку вот такая машинка старых автомобилей мы но детских автомобилей поставили пластиковые сиденья сюда это только в этом году вот и вот посмотрите собака у нас пострадал ну прижился сам потом он пострадал во дворе его лечил дом и вот теперь он живет вот в такой вот будки это в этом году ему модернизировали его домик вот вот так вот выглядит территория у сбб на химова 40 дробь 1 сбб звездки ведь так называемая вот в пример нам люди рядом тоже поделали себе вот прожектора по улице вот скажем так хороший пример он заразителен ладно сделаю еще один шаг уже раз снимаю ролик посмотрите что можно сделать взносы в сбб на химова 40 дробь 1 до сентября 2017 года были 1 гривна с квадратного метра понятно это все обывательско но тем не менее приобретены ведра швабры вот такие вот доски вот эти светильники я устанавливал светильник стоимостью 69 гривен сейчас 72 вот двери то же самое как бы эти двери приобретались у жильцов они заменяли на более модные это оформление скажем это не так важно но коврики вот плитка подъездная она обошлась нам в 10000 гривен на 5 этажей с укладкой зачистка и так далее то есть можете оценить что можно сделать из старых подъездов кстати вам специально сейчас даже покажу кусок там где не модернизировали вот видите это тамбур как бы сделали люди точнее наоборот этот тамбур был общим а выше два этажа ну точнее 31 закат выше этажи но сделали такие двери себе и так далее видите везде ведра везде такие же светильники вот а вот как это выглядела видите вот ойсбовая территория вот на этот год будет реконструкция этих тамбуров мы попросим людей удалить двери сделаем отделку этой части подъездов вот так может выглядеть ваш подъезд если вы займетесь своим хозяйством сами а не через жек вот опять как это было в людском варианте как это можно сделать если люди организуются и начнут всем заниматься сами в принципе мы никого не содержим на зарплате все люди добровольно выходят подметают убирают снег вот то есть наемных рабочих у нас нет работы выполняются только по актам если это какие-то водопроводные и так далее то есть составляются акты всем удачного дня хорошего настроения и обращайте внимание на такие вот примеры